Здравствуйте, в эфире новости на канале НСК-49 в студии Алексей Кузьмин. Коротко о главных темах выпуска. Профсоюзы вышли на митинг, пенсионная реформа все сильнее раскачивает лодку. Замерзшие пассажиры и посиневший кондуктор. Кто запрещает оттапливать транспорт? В бой идут финалисты. Гала-концерт, проект Ордынка. А сейчас об этих событиях и не только. Более подробно. Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Гонзя подвергла критике систему распределения бюджетных средств в нашей стране. По ее словам, власти опять перекладывают из одного кармана в другой. Однако денег больше не становится. И выступила против пополнения доходов муниципалитетов за счет системы штрафов. Выступление Веры Анатольевны на пленарном заседании Госдумы было весьма эмоциональным и ярким. Депутаты рассматривали предложения по перераспределению средств. В частности, у них есть идея, как пополнить скудные бюджеты муниципалитетов. В числе которых была идея о том, чтобы создать условия, при которых муниципальные образования будут больше зарабатывать за счет штрафов. Давайте мы вообще все наше население обложим штрафами только за то, что они дышат воздухом планеты. Посетовала она и на то, что чиновники на ходу меняют правила игры. Причем момент, когда формируются бюджеты на следующий год. Мы опять, например, на ходу меняем правила игры, переобуваемся, можно так сказать. То есть муниципальные бюджеты, региональные бюджеты сейчас формируются, а мы опять им выкатили новые, так скажем, сюрпризы. И снова начнется опять вот неразбериха с этими бюджетами. По словам Веры Ганзи, голосовать за предложенный законопроект просто нельзя. Вместо этого необходимо снижать долговую нагрузку на регионы страны, превышающую 2 триллиона рублей, и перераспределить налоговую базу так, чтобы деньги шли прежде всего в областные и городские бюджеты, а не в федеральный. То есть поменять саму схему, существующую в России. Вопросы социальной поддержки пенсионеров рассмотрели на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения законодательного собрания Новосибирской области. Депутаты одобрили проект закона о внесении изменений в отдельные законы в связи с изменением пенсионного законодательства. Что изменится в жизни ряда новосибирских пенсионеров после принятия этого областного закона в материале Василия Акимова. По поводу пенсионной реформы в последнее время кипят нешуточные страсти. Конечно же, и среди депутатов законодательного собрания отношения к ней разные. Однако они едены в том, что нельзя допустить ухудшение положения пенсионеров, и предстоящая реформа должна, прежде всего, улучшить им жизнь. Именно такие цели стоят перед проектом закона, который рассмотрели и одобрили на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. Изменения затронут 10 региональных законов, обеспечивающих пенсионерам право на льготы. Благодаря этому жители нашей области могут рассчитывать как минимум на сохранение всех льгот. Возрастные коридоры, которые были до настоящего времени, эти женщины 55 лет, мужчины 60 лет, они остаются и как раз при достижении этого возраста наши уважаемые граждане будут обеспечены эти льготы. Льготы касаются повседневной жизни наших людей, это прежде всего субсидии на ЖКХ. Предполагаемые изменения затронут почти 200 тысяч человек. На поддержку этих людей выделят миллиарды рублей. Все, что связано с данными категориями, это и интеллигенция в сельской местности, там порядка 1,2 миллиарда мы предусматриваем на эту категорию. И вот то, что касается ветерана труда федерального и регионального значения, то это порядка 4,6 миллиарда, 4,7 миллиарда рублей ежегодно, которые предусмотрены тоже. Планируется, что проект областного закона о внесении изменений в отдельные законы в связи с изменением пенсионного законодательства депутаты рассмотрят и примут сразу в двух чтениях 27 сентября на очередной сессии регионального парламента. Тем временем Федерация профсоюзов Новосибирской области провела митинг против пенсионной реформы. Акция протеста состоялась в Нарымском сквере. Напомним, что в столице Сибири прошло уже больше десятка мероприятий против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Граждане выразили свое категорическое несогласие с федеральными инициативами и готовы в дальнейшем отстаивать свою позицию. Как только правительство Российской Федерации заявило о новом законопроекте, согласно которому будет повышен пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет, в стране начались массовые акции протеста. Новосибирцы также выходили на многотысячные митинги, не убедили граждан и предложенные президентом поправки. Возмущение населения только растет и главная цель протестующих добиться отмены данной реформы. Очередное мероприятие против повышения возраста выхода на пенсию организовала Федерация профсоюзов Новосибирской области. Не надо нам диктовать, мы сами понимаем, что мы делаем. Мы делаем правильное, праведное дело. Мы считаем, что этот вопрос можно решать, не унижая людей и не делая так, что одной небогатой части населения пенсионерам повышать пенсию за счет другой небогатой части, вот сегодня те, которые трудятся. На митинге были представители различных профессий, медицинские сотрудники, ученые, работники агропромышленного комплекса, воспитатели и учителя. Для каждого выход на пенсию после 60 лет – огромный риск для здоровья, не говоря уже о других сопутствующих проблемах. Дети – это большая ответственность, а человека в пожилом возрасте с него ответственность уже такая, наверное, уже снимается, это просто уже даже опасно и для самих родителей, которые доверяют свое самое дорогое, и для самого педагога в таком возрасте находиться на работе с детками. Принятие реформы рассказывают представители профсоюзных организаций, станет причиной тотальной безработицы. Куда идти молодежи, возмущаются протестующие, если на должностях держат людей преклонного возраста. И так сокращаются рабочие места, и так людей сокращают. Если у нас люди еще будут дольше на 5 лет работать, они будут иметь официальное право и обязанность это делать, тогда получается, что молодежи совсем негде устраиваться. Самое плохое в этом, что молодежь будет искать случайные заработки, и еще страшнее то, что еще больше начнет уходить в ценевую экономику. Добавим также, что акции протеста проходят во многих городах страны. Большинство россиян оказались категорически против данной инициативы правительства. Как считают граждане, продолжительность и уровень жизни в Российской Федерации не достигли таких характеристик, когда выход на пенсию после 60 лет был бы оправдан. Стартовавший новый учебный год для системы образования Новосибирской области обещает быть особенным. В первую очередь дело касается активного внедрения инновационных технологий на всех уровнях учебных процессов, от дошкольного до высшего профессионального. Ключевые проекты, которым региональные власти будут уделять особое внимание, коснутся как педагогического состава, так и самих учащихся. Подробнее о новшествах 13 сентября рассказал руководитель областного министерства образования Сергей Федорчук. Новый учебный год для Новосибирской области особенный. Построено, отремонтировано и расширено немало школ, а система образования направлена на инновационные изменения. Глава региона Андрей Травников поставил перед профильным министерством конкретные задачи. Самоцелью является улучшение материально-технической базы обучения и изменение инфраструктуры, чтобы школы были в доступности, чтобы ребята могли совершенно спокойно посещать не только занятия, которые предполагаются в учебном плане, но чтобы в школе можно было организовать дополнительное образование для детей, которые так или иначе по какому-то направлению имеют особенности в развитии, имеют определенные таланты, и мы могли бы организовать эту среду для них. Среди приоритетных образовательных проектов можно отметить создание детского технопарка «Квамториум», центра по работе с одаренными детьми специализированных учреждений дополнительного образования. Большое внимание областные власти совместно с учебными заведениями намерены уделять повышению интересов детей к различным профессиям еще на стадии школы. Мы сегодня выстраиваем работу по профессиональному ориентированию школьников. Именно ориентирование, чтобы на данном этапе мы могли создать систему, которая позволила им ориентироваться в современном спектре профессий, могла помогать им развивать те или иные задачи, которые они перед собой ставят, те или иные способности, которые у них есть. Уже сейчас во многих школах региона работают профильные классы и ресурсные центры, подчеркивают ведомстве. Не меньше внимания к среднему профобразованию и педагогическим кадрам. Поэтому в регионе запланировано создание центра, опережающей профессиональной подготовки. Это нам нужно для того, чтобы готовить кадры, которые будут готовить потом учить студентов в среднепрофессиональных образовательных организациях по программам WorldSkills и ТОП-50. Это профессии будущего, так называемые. Это важно сегодня, чтобы преподавательский состав имел возможность постоянно повышать квалификацию. Словом, стартовавший учебный год обещает быть насыщенным и интересным, как для учащихся, так и для педагогов. В областном центре сдан самый протяженный объект, отремонтированный в этом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Улица Первомайская стала во многом эталоном, в том числе в вопросах обеспечения безопасности организации движения и придорожной инфраструктуры. За работой приемочной комиссии наблюдала наша съемочная группа. 7 километров 920 метров. Длина самого протяженного объекта дорожного ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске. Теперь улица Первомайская в одноименном районе города стала ровной, широкой, безопасной. Ранее существовавшие здесь места концентрации ДТП ликвидированы. Ну и качество дорожного полотна оказалось на достойном уровне. Гарантия на полотно 5 лет. Укладываем уже не первый год еще обнимастичный асфальтобетон в покрытие. Практически на всем протяжении поменены бортовые камни, если оставлялись только те, которые находятся на сегодняшний день в хорошем состоянии. Выполнены все примыкания, нанесена разметка, знаки. Первомайская улица, на ремонт которой потратили 267 миллионов рублей, имеет большую социальную значимость. Вдоль нее расположены стадион, ледовый дворец и новая школа в микрорайоне «Весенний». Глава регионального минстроя заметил, что здесь удалось ввязать между собой два проекта «Безопасные и качественные дороги» и формирование комфортной городской среды. Программа «Безопасные и качественные дороги» от своего даже названия звучит, что в первую очередь безопасность, в вторую очередь качество. Но никто не отменял, конечно, и эстетику, красоту, которую мы сегодня наблюдаем на улице 1 Майска. Здесь это пример для всех участников программы «БКД». Но не только в Новосибирске по проекту «БКД» ремонтируют дороги. Работы идут в Бердске, Обийске, Тиме, Кольцово. В список из 54 объектов включены региональные и межмуниципальные магистрали. В целом по программе «Безопасные и качественные дороги» у нас 2 млрд 421 млн рублей на этот год. По городу Новосибирску у нас выделено 320 млн областных денег и 418 млн средств федерального бюджета. Ну и 250 млн средств местного бюджета. В настоящее время 86% объема всех запланированных на этот год работ выполнено. Часть объектов уже введены в эксплуатацию, часть находится в высшей степени готовности. Большинство дорог, ремонт которых не переходит на следующий год, сдадут до конца сентября. Благоустройство придомовых территорий продолжается в нашем городе. Происходит это во многом благодаря муниципальной программе формирования современной городской среды. О том, чего уже удалось достичь и какие работы запланированы на ближайшее время в нашем следующем сюжете. Так сегодня выглядят дворы по улице Доватора в районе домов номер 23-25. Это один из объектов в рамках программы благоустройства, активно реализуемой в Новосибирске. 106 площадок объектов по федеральной программе создания комфортной городской среды. И она сейчас, эта программа завершается. Это один из последних объектов, которые мы вводим в этом году. Но перед этим мы выполнили свою программу, городскую программу. Там больше 120 объектов. За асфальтированные проезды, парковочные карманы и пешеходные дорожки общей площадью более 2000 квадратных метров, спортивные площадки с волейбольной и баскетбольной стойками, а также воротами для футбола, детский городок с качелями, песочницами, тренажерами и турниками. Теперь это часть повседневной жизни этих людей. Горки нормальные и много лазов. Много места и футбол. Так-то можно с друзьями играть. Но так-то много места, чтобы бегать. В планах у мэрии продолжать благоустройство и в других дворах по всему нашему мегаполису. Это один из приоритетов развития города на ближайшие годы, заявленных мэром. Эта программа будет продолжена. И мы планируем и свой бюджет тоже на благоустройство дворов. Это, я подчеркиваю, это системная работа. Это не работа одного года. Нельзя, невозможно сделать все в один год. Надо продолжать эту деятельность. И будем работать. Отметим, что работы ведутся в соответствии с пожеланиями жителей. Они принимают участие в планировании работ по благоустройству, согласовании и приемке. Особое внимание подрядчиков городские власти обращали на обустройство тротуаров, поскольку в некоторых местах их состояние было неудовлетворительным. История Новосибирска, как известно, началась со строительства железнодорожного моста через Обь. Первыми поселенцами были инженеры и простые рабочие. Самым крупным поселением больше 125 лет назад считалось село Кривощоково на левом берегу реки, появившееся еще в начале 18 века. Где оно располагалось и почему исчезло, сегодня знают, пожалуй, лишь краеведы и горожане, увлекающиеся историей. Узнав, что территория бывшего населенного пункта находится в зоне возможного возведения 4-го автомобильного моста, специалисты заговорили о необходимости археологических работ по сохранению памятника. На месте начавшихся раскопок побывала наша съемочная группа. Село Кривощоково появилось больше 300 лет назад, задолго до появления Новониколаевска. Располагалось оно на левом побережье Аби, там, где теперь находится охранная зона железнодорожного моста. Русские жители населенного пункта, насчитывавшего от 500 до 700 человек, жили на границе с Телиутским княжеством, без крепостей и бастионов. Здесь было село, которое занималось просто торговлей. Основное это было, конечно, вот это вот скотом занимались, но они и рыбалкой занимались и так далее. Здесь торговля шла и людьми, кто-то выпупал пленников. Когда в конце 19 века начали возводить железнодорожный мост, село попало в зону застройки. Дома пришлось сносить, а жителей переселять в деревню Бугры. Археологи ведут раскопки возле сохранившегося фундамента церкви, стоявшей в центре села и построенной на личные сбережения и материалы кривощоковцев. Найдены кирпичи с именным клеймом и различные предметы утвари. Но это бытовые предметы, видите, они ушли из жизни давно уже, скорее всего, согласитесь. Это чернилица. Вот это вот уксусная штучка. То есть археология дает, конечно, если документы дают, их не очень много всегда дает, какое-то общее представление, то археология дает детальные бытовые представления. Чем хорошо представлять, это готовая музейная экспозиция. С раскопками нужно спешить, поскольку территория попала в зону строительства четвертого моста. Но часть объекта удалось договориться заказчикам оставить под музификацию. Поэтому мы копаем самое необходимое под две опоры эстекады, чтобы материал, который здесь попадается в зону строительства, не пропал. Археологи планируют найти много предметов, которые расскажут о жизни поселенцев и также кладбище 18 века. Работы будут продолжаться в течение полутора лет. В правительстве Новосибирской области наградили лучших работников лесной отрасли. Лесная отрасль региона за последние 9 месяцев пополнила областной бюджет почти на 70 миллионов рублей. Сохранность леса зависит во многом от погодных условий. Специализированным предприятиям вручили сертификаты на получение лесопожарной техники. А при поддержке правительства региона в Сузунском районе области создано межрайонное пожарное отделение. Несмотря на финансовые сложности многих предприятий, слаженная работа лесоводов позволила увеличить объем заготовок древесины на 12%. Во многих районах точечно возникают производственные площадки по ее переработке. Для омоложения и разведения лесных пород, сохранности и приумножения лесов в этом году на территории региона высадили деревья на 1180 гектарах земли. Сегодня большие изменения прошли в лесном законодательстве. То есть сегодня появляются права, экономическая основа для комплексного ведения лесного хозяйства. Это и изменились правила проведения рубок в лесах, которые позволяют нам сегодня, даже в рамках существующих сегодня отношений, проводить рубки, обновления, переоформления. Это и возможно сегодня нам поиски серьезных инвесторов для переработки древесины. Климат в регионе и халатные отношения человека способствуют возникновению лесных пожаров. Для укрепления материально-технической базы лесохозяйственных предприятий приобретено лесопожарное оборудование почти на 7 миллионов рублей. Общая площадь лесных пожаров в 2018 году сократилась в три раза. Этому способствует слаженная работа всех служб и непрерывный контроль, который ведется с помощью пожарно-наблюдательных вышек с использованием камер видеонаблюдения, авиамониторинга, данных космического мониторинга и наземному патрулированию. Хочу вас поблагодарить за ваш титанический труд, который направлен на сохранение лесов, за вашу работу по профилактике и борьбе с лесными пожарами. Хотелось бы, чтобы слова поздравления дошли до каждого. Поэтому, друзья, желаю всем удачи, всех с праздником. Спасибо. Сохранение и увеличение лесных массивов в Новосибирской области – одна из приоритетных задач региональных властей. В лесной отрасли региона более 50 предприятий, более 3000 сотрудников, которые реализуют полный комплекс мер по охране, защите, воспроизводству лесов и их использованию. Из областного федерального бюджета региона и арендаторов лесных участков на нужды лесохозяйственной деятельности ежегодно направляют денежные средства. Наступившая осень выявила неожиданную проблему в сфере пассажироперевозок Новосибирска. Отличился ГОР «Электротранспорт». Обратившиеся его работники рассказали редакции нашего канала о запрете руководства включать отопление в салоне троллейбусов. В результате явная экономия электроэнергии, а также замерзающие кондукторы, дети и возмущенные пассажиры. Вот такой набор социально напрягающих факторов буквально на ровном месте. Люди, намерзшиеся на остановке непривычно холодным утром, с нетерпением заходят в салон троллейбусов в надежде согреться. Но их ждет разочарование. Внутри разве что ветра нет, а температура такая же, как на улице. Прохладно, плохо, простевают, сидеть и простевают. Конечно, плохо. А холодно потому, что, как нам рассказали работники Кировского троллейбусного депо, не было приказа включать электропечи в пассажирских салонах экологически чистого транспорта. Оттого и невносимые условия. Руки мерзнут, мелочь в основном. Карточек, вот люди не хотят пока на карточки переходить, вот в основном у них мелочь идет. И вот когда мелочь считаешь, она из рук падает, ну что примерзает. Кондуктора замерзают, просто замерзают. Они как пингвины сидят, красные, синие. Приказ по управлению печени подключать. Подключить только в троллейбусах системы троллзов, так как там идет стеклообогрев. Все, стекло в кабине. А салон вообще, после влажной уборки, там даже бывает налить. Целый вал недовольства пассажиров принимают на себя кондукторы и водители троллейбусов, которые в этой ситуации находятся как на передовой. Пассажиры утром постоянно жалуются. И звонят, и кондуктор у меня сегодня заболел, и пошла в больничный лист. Да, мой кондуктор, я сегодня без кондуктора поставил в парке 4 часа или 5 часов. Глядя на кондуктора, просто жалко. Замерзает, в кабину нельзя пройти, провал в кабине запрещен. Работники гуроэлектротранспорта говорят, что при низких температурах на рабочем месте, по закону, на линию они могут и не выходить. Но кто пойдет в открытую против руководства, которому надо, чтобы троллейбусы перевозили пассажиров? А как, это уже, видимо, другой вопрос. Я сегодня даже ходила к директору, директор сказал, как будет приказ, как мы заплатим электроэнергию, у нас долги, тогда и будем подключать печи. Нету? А если, говорит, самовольно подключите, у вас по зарплате стебанут. И увидят, если. Контролерам дали даже указание, что если будут проверять, будут печи в салоне подключены, писать акты. Хотя есть и совсем другая точка зрения. Мол, расслабились мы в последнее время, стремясь к цивилизации и комфорту. Забыли, каким бывает ненавязчивый сервис и позиция, клиент всегда не прав. Теплее одеваться надо. По сезону. В информационно-справочном отделе по работе городского транспорта нам пояснили, что есть инструкция по экономии электроэнергии, согласно которой обогрев салона должен включаться, когда уличная температура упадет ниже минус 10 градусов по Цельсию. Кто написал эту бесчеловечную инструкцию и в каком веке, мы не знаем. Но есть уверенность в том, что такого положения вещей в цивилизованном и комфортном Новосибирске быть не должно. На полигоне Росгвардии для школьников специализированного класса организовали ознакомительную экскурсию, представили виды оружия и поиграли в зорницу. Игра посвящена 70-летнему юбилею главнокомандующего генерала-полковника Романова. Мероприятие проводится не первый раз и направлено на военно-патриотическое воспитание молодежи. Подробности далее. Мы команда лучше всех. Назовемся мы успех. Ребята на полигоне впервые. Егор учится в пятом классе, занимается спортом, интересуется историей. С одноклассниками посещает торжественные мероприятия, связанные с военной тематикой. И познает основы службы в Росгвардии. Мы занимаемся, ну, с начала четвертого класса, как бы, мы перешли в четвертый класс, и нас назначили юными гвардейцами. Назначили я не... нам не говорили, почему нас назначили. Перед началом спортивной игры в зорницу юным гвардейцам провели экскурсию по полигону. Показали, какие бывают виды гранат, мин, взрывчаток... И огнестрельного оружия. Вообще это пистолет-пулемет считается. Он может вести огонь как одиночно, так и автоматически. Имеется переводчик огня. Служебные собаки показали навыки обезоруживания преступника, выполнение команд. На стрельбище бойцы ОМОНа продемонстрировали стрельбу из разного оружия боевыми патронами. Сегодня мы проведем игру «Зорница», которая будет включать в себя несколько этапов. Ребята побегают, ребята будут хранить секреты, ребята будут передавать эстафетную палочку. И в конце они сплотятся и выработают такой командный дух, который им пригодится в дальнейшем в учебе. В специализированном классе 29 детей. Ребята посещают уроки мужества подразделений военной части Росгвардии, дистанцированные в Новосибирской области. В этом году особое внимание будет уделяться старшеклассникам с целью популяризации службы по призыву среди молодежи. Россия самая читающая страна, однако в последнее время это утверждение некоторые эксперты пытаются подвергнуть сомнению, аргументируя тем, что в связи с развитием цифровых технологий бумажные книги стали уделять меньше внимания. А провернуть данные аргументы, в частности, призван стартовавший в нашем городе международный фестиваль «Книжная Сибирь», собравший поэтов, прозаиков, драматургов, читателей, критиков и издателей. Подробности у нашего корреспондента. Настоящее книжное пиршество собрало более 80 экспонентов, включая крупнейшие литературные издательства страны. На стендах выставки представлены произведения в самых разных жанрах и направлениях. Фестиваль «Книжная Сибирь» объединил множество прозаиков, поэтов, критиков, библиотекарей со всей страны и соседних государств. Поговорить им есть о чем. В первую очередь о читателях. Столичные авторы отмечают, ассортимент текстов в последнее время стал необычайно широк, а вот читать стали меньше. Сейчас люди с большим удовольствием читают комиксы, потому что они их лучше понимают. И мой опыт вообще говоря, что поэтическое искусство стали понимать с большим трудом. Хотя, допустим, когда-то в Советском Союзе каких-то поэтов мы не знали. Тех, которые оказались в миграции, те, которые до революции себя как-то иначе проявили. Теперь мы можем все читать, но не все понимать. И тем не менее любители литературы в нашей стране по-прежнему больше, чем за рубежом. Гости фестиваля отмечают наш регион как один из самых читающих. И что удивительно, электронные книги не сумели вытеснить с рынка бумажные. Что касается детской литературы, то современные авторы предпочитают опираться на своих советских предшественников. Говорят, детям не нужно читать морали. Лучшие писатели детские, они всегда рассказывали просто истории. Коза кажется читателю, что просто история рассказывается, интересная причем. А потом вдруг выясняется, что в тебя запали какие-то вот такие нравственные установки, которыми ты потом пользуешься всю жизнь. Фестиваль будет проходить в течение трех дней. Запланированы десятки мероприятий, лекций, семинаров. Но главное пожелание организаторов, чтобы каждый посетитель уходил с хорошей книгой, которую приятно почитать в свободную от суеты минуту. Вторая международная тренали современной графики открылась в столице Сибири. По словам экспертов, это один из наиболее ярких и масштабных творческих проектов в нашем городе. В нынешнем году представлено около 600 работ художников из России и 26 стран мира. О последних тенденциях в мире графики, способных удивлять даже далеких от искусства людей, расскажем далее. Тринали – это международная выставка изобразительного искусства, либо иное мероприятие из области культуры, проходящее каждые три года. Уже во второй раз такое событие, посвященное современной графике, проходит в нашем городе, с каждым разом собирая все больше участников и зрителей. Хотя история этой выставки намного старше, просто раньше называлась она «Биеннали» и проходила раз в два года. По самым искусствоведов, международная тренали современной графики в Новосибирске – один из наиболее ярких и масштабных творческих проектов в нашем городе. Цель – знакомство сибиряков с новейшими поисками в графическом искусстве разных стран мира. А посмотреть здесь действительно есть на что. При помощи графики можно передать самый широкий спектр человеческих эмоций. Именно это старается сделать питерская художница Алиса Алексеева. Наши сибирские творцы стараются не отставать от столичных знаменитостей. Как, например, Георгий Сагалаков из Абакана, который на своих картинах при помощи графики изображает, в общем-то, обыденные сцены из нашей жизни. Триенали, как мероприятие, имеет свою структуру. Экспозиция формируется из свободного конкурса и кураторских проектов, которых в этом году 18. Их готовят авторитетные российские и зарубежные специалисты. Один из них – дисциплинарные пространства. Сам термин «дисциплинарные пространства» восходит к французскому философу Мишелю Фуко, который еще 40 лет назад выделял четыре основных типа дисциплинарных пространств. Ну, это, конечно, школа, больница, армия и тюрьма. Время вносит свои коррективы. И современный офис также превратился в одно из таких пространств, что нашло отражение в творчестве художников. Это современный офис. В наше время, когда во всем мире происходит деиндустриализация, вот люди, работающие в офисе, казалось бы, люди, белые воротнички, на самом деле подвергаются тоже довольно-таки жесткой регламентации. А вот наш земляк Александр Косинков, ныне проживающий в Питере, напротив, обратился к советским временам. Его работы «Спасибо, любимая партия за наше счастливое детство» отправляют, отсылают нас к эпохе пионерской организации. Вот и урок пения, где видно, что опыт дисциплинарного пространства не очень поддается учителю пения. Всего на триенале в Новосибирске представлены около 600 работ именитых и не очень художников практически со всего мира, отличающихся как техникой работы, так и материалами, которые они используют в своих творениях. Увидеть представленные работы можно будет вплоть до 4 ноября в Новосибирском художественном музее. В концертно-театральном центре Евразия прошел заключительный этап соревнования вокального телевизионного конкурса «Проект Ордынка». В этом году Ордынка отмечает свое десятилетие, поэтому за звание победителя боролись не только дебютанты, но и звезды конкурса. О прошедшем галоконцерте и номерах конкурсантов расскажет Екатерина Орлова. «Проект Ордынка-2018» оказался одним из самых ярких за все 10 лет, так как преподнес большой сюрприз ветеранам вокального конкурса. Новый сезон завершился суперфиналом, где за звание лучшего исполнителя сражались настоящие звезды – финалисты прошлых 9 лет. Для многих это был шанс вновь вернуться на любимую площадку, заново испытать то приятное волнение перед выходом на сцену и поделиться с публикой своим творчеством. «Я вот когда в том году победила в Ордынке, я подумала, «Господи, ведь победителю на следующий год не резон идти, да, на самом деле?» А тут меня, я не знаю, так тосковало, смотрелось с другими, думал, «Господи, я так хочу туда, обратно, на эту Ордынку!» И мне кажется, мои молитвы были услышаны, и тут говорят, «Битва победителей, можно вот...» И такая возможность попала здесь опять побывать, и я очень рада, и я надеюсь, что я здесь буду еще не раз. Некоторые дебютанты не уступали ветеранам в самообладании и воле к победе. Они легко справились с волнением и достойно выступили перед строгим жюри, а также смогли завоевать расположение зрителей. «Я думаю, что в Ордынке всегда солнечно, я в этом нисколько не сомневаюсь, и даже какая ни была бы погода за окном, в Ордынке всегда солнечно, всегда тепло, всегда радостно. Великолепная публика получила огромное удовольствие и поделилась этим удовольствием со своими зрителями». Беспроигрышным вариантом оказалась песня, написанная, пожалуй, на самом романтичном языке. Победитель одного из прошлых сезонов Сергей Скурыхин исполнил чарующую итальянскую композицию и не прогадал. Борьба между конкурсантами была очень драматичной, но в итоге Сергей обошел других ветеранов Ордынке, Кристину Томину и Марину Дорошкову, всего на один балл. Дорогие друзья, у вас и бурные аплодисменты. И Сергей Скурыхин. «Хоть песня и итальянская, да, на итальянском языке, но было видно, как каждый из зрителей слушал ее и понимал эмоциями, чувствами, подачей. Песня про любовь к девушке, к женщине в любом возрасте есть любовь, и эта любовь несется сквозь года». Многие участники Ордынки не готовы так просто расстаться с проектом. Кто не одержал победу в этом сезоне, может вновь побороться за звание победителя уже в следующем году. Вероятно, один из нынешних финалистов завоюет первое место в Ордынке 2019. Такова картина сегодняшнего дня. Наши новости всегда на сайте ns49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...